Несколькими днями ранее 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили жители прибрежного сельского поселения. Школьники и взрослое население центральной усадьбы с гигантой и отделений собрались утром 22 марта у памятника труженикам тыла, чтобы отдать дань воинам-освободителям и тем, кто работал, создавая надежный тыл для армии. 9 месяцев оккупации пережило в начале 40-х годов прошлого века прибрежное сельское поселение. Фашисты не только полностью разрушили немногочисленные промышленные объекты, но и уничтожили большую часть жилых домов. Погубили половину сада. Историю тех страшных дней и сегодня с трепетом хранят учащиеся школ поселения. 76 лет назад для этого поселка была очень светлая дата. Жители праздновали победу над немецкими войсками. Они смогли выгнать своих врагов из своих же домов. Прибрежное поселение земледельцев. Его жители хорошо знают, как нелёгок этот труд. Но благодаря победе дедов и прадедов, о том, насколько тяжело работать в военное время, они знают лишь из учебников истории. Когда взрослых обычно брали на фронт, то дети за них работали. Помогали те, кто на фронте сражался. Оружие делали, продовольствие поставляли. Без них бы не смогли сражаться. Выступая на митинге в честь освобождения поселения, глава прибрежного Татьяна Саиганова выразила слова благодарности за мужество и героизм. Боевые и трудовые подвиги всем, кто ковал ту великую победу. Земляки никогда не забудут об этой странице истории. О невероятно страшной цене, которую заплатил наш народ за право быть свободным. Мы всегда будем гордиться подвигом борцов за свободу нашей Родины. Все становится прошлым. Боль и слезы, кровавые бои и победы. Затягиваются раны в сердцах людей. Выцветают траурные платки вдов. Прошлое уходит, но не забывается. Память о тех тяжелых испытаниях, выпавших на долю наших земляков, передается из поколения в поколение, оставаясь жить в наших сердцах траурным набатом, поневернувшимся с войны солдатам, болью и гордостью за свою Родину. Много слов о любви к своей Родине, вере в победу. О подвиге, который совершил советский народ, сказали с трибуны выступающие, в числе которых председатели поселенческого совета ветеранов и совета молодежи. Сегодня в поселении проживают всего два ветерана Великой Отечественной войны и 28 тружеников тыла. В их числе Галина Лукьяновна Щербакова. В годы войны она 10-летней девочкой. Наравне со всеми работала в колхозе Кировской области. Ничего мы за это не получали. Ну, старались, что урожай собирать нужно было, помогали. И все, как говорили, все для фронта, все для победы. А нам ничего уж не давали. Мы питались травой, лепешки с отрубями делали, с лебеды, с чавеля, крапивы. Ну, то, что корова была, так вот это нас как бы поддерживали. А хлеба мы не видели. Хлеб для нас это лакомство было. Я говорю, сейчас дети, так они булки-то кидают. А мы ведь и полубосые, полуголые, голодные. Но работали, работали, старались работать. После войны, получив педагогическое образование, Галина Лукьяновна переехала в Прибрежное и 40 лет проработала библиотекарем в 18-й школе. Свой труд в детстве она за подвиг не считает. Но все же работа детей в военные годы, без сомнения, большой вклад в общее дело борьбы с врагом. Огромный, огромный, я говорю. Ведь мы, подростки, у нас бригада была. И со старушками работали. Ведь никого не было, мужчин-то не было. Только вот на нас, на старушках, на этих, и на наших плечах. Старались, работали, я говорю. Нас подхваливали. Вот представьте себе, тогда же не так, убирали, вот жнейка идет по трем сторонам. Я должна жневью связать, отбросить и дальше. Связать, отбросить и... И вот мы успевали, все мы успевали. Ну и что, это вообще из нас не было, я не знаю, на чем бы колхоз стоял. Минутой молчания почтили присутствующую память всех, кто внес свой вклад в победу. Красные гвоздики ровными рядами украсили монумент, который призван не дать нам забыть ту цену, которую заплатил наш народ за право быть свободным. Эти люди сделали многое, чтобы сейчас жили мы на этой земле. Мария Климова, Игорь Ванчугов, Константин Мастеренко, программа «События».